Поступило несколько вопросов. Слово мне очень нравится. Наш поселок увеличился на по числу жителей несколько раз. Устраиваются, застраиваются поля фильтрации, а зон отдыха в районе Некрасовка нет. Я обращаюсь к вам с просьбой облагородить Беринское озеро под зону отдыха. Значит, рассказываю. Если вы считаете то, что мы с вами в прошлом году построили городок сказок, что мы с вами построили сквер для молодоженов, что мы с вами сейчас должны до конца довести уголок безопасности, то, что мы хотим в этом году построить огромные фонтаны с вами в районе, мы с вами хотим построить купеческий такой парк, где мы с вами разговаривали, решали мангалки сделать, где бетонные скамейки, столы, где можно будет отдыхать, то извините, пожалуйста. Конечно, насчет Беринского озера можно сегодня сказать, что то, которое озеро написано, значит, черное, а не Беринское, которое прилегает к территории Некрасовки, потому что мы с вами приобрели еще 578 гектар, мы ее будем облагораживать. На сегодня мы с Генпланом решаем, чтобы внести в программу. Там получается с трех сторон, это наша территория московская, и крайняя с правой стороны, значит, это будет принадлежать Люберцам. Поэтому можно представить, как мы с вами будем чистить, и как потом будет с правой стороны гавить, потому что это по-другому у них не бывает. Это так к слову. Но в любом случае это озеро будет очищено, которое черное вот у нас здесь с вами за Горьковцем, за теплицами, да? Вот, и, естественно, там будет зона отдыха. Кроме этого, нам еще отдают зону отдыха пехорка, которая идет вдоль туда к железнодорожному. Это вся территория прилегающая к Некрасовке, получается, левая сторона наша, правая часть не наша, потом вверху тоже наша. Поэтому там все будет облагорожено, это будет парковая зона. Следующий вопрос мы сегодня выдвигали о том, чтобы идет большая территория, где проходит ЛЭП, хотя бы там, чтобы под ними тоже было благоустройство. Пока вопрос этот еще не решен. Те зеленые зоны, которые будут существовать на полях, они сегодня уже обозначены. И когда будут проекты, мы с вами будем здесь обсуждать, как всегда, все проекты, которые положены по Генклану, мы с вами всегда обсуждаем здесь, в Клубе. Нельзя. Можно я отвечу на то, что есть? А потом на все остальное. Скажите, пожалуйста, до каких пор с 23 до 5 часов утра будут разгружаться сильным грохотом машины, приезжающие в магазин «Пятерочка» по адресу 1-го Вольска, дом 17. Слышимость очень сильная, даже через закрытые окна. Но я думаю, что этот вопрос мы порешаем. Значит, здесь есть еще письмо от жителей по улице Инициативная с недостатками на господина Кабацку. Но я это читывать не буду после выборов. Мы к этому вопросу вернемся. Потому что неправильно. Некоторые считают удары ниже пояса. Но я, если вы обращаете внимание, в последний месяц вообще молчал. Как рыба в лес. Так, Куприянов, Антон Игоревич. Неоднократно говорилось, что в районе будет свой автобусный парк. Хотелось бы знать, когда. Значит, у нас с вами сегодня документы уже обсуждены. Это идет улица Транспортная. Там, где будет автобусный парк. Землеотвод произведен. Проект сегодня делается. Как будет проект сделан, я думаю, что в 2012 году проект они закончат. Поэтому в 2013 году построятся. И сегодня надо уже говорить о том, что кроме того, что автобусный парк будет в Некрасовке, будет еще две разворотные площадки. Поэтому, когда это все будет построено в 2012 году, то есть площадки будут и построен будет в 2013 году уже наш автобусный парк. Они издалека уже приезжать не будут. Они будут на нашей территории дислоцироваться. Хотелось бы знать, куда поведет дорога через Красную горку. К какому метро. Значит, через Красную горку она пойдет только до Комсомольского проспекта. А вот если потом повернуть направо по Комсомольскому проспекту, переезжаем через коллекторы. Там уже получается наша московская территория Некрасовка. Это проспект защитников Москвы. Доезжаем до Перегрестка, там где центр будет, как раз этого нового района. Поворачиваем налево. Выезжаем за улицу Рождественскую, Покровскую. И вот на этой площадке будет метро. Последний раз, когда приезжал сюда, значит, на совещание, он докладывал зам мэра, господин Куснулин. Мы хотели в центральной части сделать. Но вы уже знаете из практики, что когда возле метро, обязательно должны быть огромные площадки для отстоя транспорта. По-другому ничего не получается. Станция будет конечная. В железнодорожную она не пойдет, в Люберс она не пойдет. Поэтому она здесь остановится. В связи с этим, те площадки, которые будут на одну станцию раньше, в Кожухово, там будут площадки. Недостаточно. Почему я и обратился, чтобы мне промзону Руднева все отдали в Некрасовку. У нас там будут с вами строиться гаражи для наших жителей. У нас там будет стоять метро. И, естественно, вот эти все разворотные площадки, чтобы все это принадлежало Некрасовке. То есть ниже дороги Москва-Нагинск, чтобы это все было наше. Вот там будет метро. Какие есть вопросы, я готов ответить. Хотя бы сейчас еще. Можно вопрос? Сейчас, сейчас я по храму отвечу, потому что женщина уже задавала этот вопрос. Значит, по храму, который в свое время открывали господин Ружицкий, руководитель Люберецкого района, значит, эта территория сегодня Некрасовки. Камень там заложен, крест стоит. Значит, мы надеемся, что где-то к июлю месяца мы проведем землеотвод этой территории. Затем мы будем с вами уже с прихожанами той территории, которая была Люберецкая, стала нашей встречаться. И дальше будем уже смотреть, как мы с вами будем совместно делать проект и какое будет дальнейшее строительство. Пока мы с вами строим храм иконы Божьей Матери, воспитание. Та, которая при въезде по Первой Вольской улице. Я вашего батюшку уже ищу через своего батюшку Алексея. Поэтому приходите, ради Бога, во вторник, 6-го числа, и будем с вами разговаривать. В 10 часов. Можно еще два слова буквально скажу? В субботу был Владимир Иосифович Ресин. Мы здесь поднимали тоже вопрос по финансированию, потому что до сегодняшнего дня наш храм все строится только за счет прихожан. И то, что мы с вами уже цоколь вывели, а дальше сейчас пойдут большие затраты. Там у нас началось то, что должно еще строиться в этом году. По программе он должен быть построен в 2012 году. Поэтому сейчас вопросы решаются. Владимир Иосифович оповещал, что все-таки с деньгами вопрос будет решен. Строительные организации проектные, которые у нас все эти организации есть, и мы надеемся, что если все будет нормально, то 15 апреля к нам приедет патриарх всея Руси на освящение нашего начала строительства храма. Если это все произойдет, вы тогда понимаете, что все-таки заинтересованы будут власти нашего города, чтобы сюда все-таки поставляли денежки, давали нашим строителям, чтобы мы закончили это строительство в этом году, в 12-м. По поводу консьержа. Данный вопрос рассматривался только на территории Люберинских порядков, по улицам Покровская, Рождественская и проспекта защитника в Москве. Условия, которые выставлены непосредственно законом, там закон гласит, что для этого нужно, чтобы там было население, которого у нас на сегодняшний день там нет. И хотя бы 50% собственников должны высказать свое мнение, нужны там консьержа или нет. Второе обязательное условие – это отсутствие видеонаблюдения. На сегодня видеонаблюдения там нет, оно еще не смонтировалось, но также и нет жителей, которые еще не выявили свое желание по поводу того присутствия консьержа в данных домах. Вот когда все эти составляющие будут присутствовать, тогда будет рассмотрен вопрос о вашем трудоустройстве, как консьержа. Спасибо.